Поддерживаю акцию, но на машину не пошел рисовать. Я в теме. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Что происходит с сельским хозяйством в Беларуси? Местные жители назвали эту птицефабрику «куриный геноцид». Предлагаю посмотреть, чтобы понять, что такое Беларусь при Лукашенко. Каких динозавров продает бобруйская птицефабрика «Вишневка»? Тошкак, надо издеваться над животными. Бедные сидят в курятнике, света белого не видят, боятся выйти. Губернатор Белгородской области комментирует отказ выплат погибшим. Ну, компенсацию ту самую, которую обещал Путин. Теперь он обвиняет людей, которые требуют эту самую компенсацию за погибших. Таким вот образом. Если честно, давайте вот так расскажу, постараюсь откровенно, как всегда. Мне очень странно ваше обращение. Почему? Потому что, когда я ездил по селу, когда десятки раз глава района, сотни раз глава села проходили, встречались, уговаривали ваших родителей, вашу маму и папу, чтобы не посещали опасное место, предоставили всем благоустроенные помещения в гостиницах, в лучших гостиницах города Белгорода. Если честно, вы мне не писали, и я не увидел от вас обращения. Вячеслав Владимирович, давайте уговорим мою маму с папой ни в коем случае не посещать опасные места. Несмотря на то, что трехразовое питание, комфортабельные номера, решаем, вывезли всех коз, вывезли всех коров, вывезли каждую собаку кормим, которая там осталась. Сотрудники ДНД это делают каждый день. Я надеюсь, все видят, что ни одного человека не оставили в беде. И вы ко мне не обратились, не пришли. А сейчас приходите, говорите, где деньги, похоронив маму. Вот у меня, конечно, вот точно сын. Стрелков Гиркин прокомментировал ситуацию, что будет с Лукашенко, если Путин проиграет. Ну и, естественно, все понимают, что будет с Лукашенко. Но очень интересно послушать позицию людей, сторонников Путина и Лукашенко. Я его сравнивал в свое время с председателем колхоза, который был председателем колхоза. Пришли немцы, он стал старостой. Ну, примерно так. Потом, когда немцы стали потерпеть поражение, он стал командиром партизанского отряда. Пришли, он снова стал председателем колхоза. При этом каждый раз он был вполне искренний, лизал задницу высшестоящему руководству. Я стараюсь избегать там эпитетов. Просто вот реально снова. А не пора ли мне снова достать каску с этими? Нет. Да, помните, как старый анекдот про Вовочку? Дедушка, а ты кем воевал? Ой, не знаю. А, нет, нет, это Вовочку справа в школе. Вовочка, а твой дедушка кем воевал? Не знаю, электриком, наверное. Как электриком? А почему ты так решил? А у него до сих пор каска с молниями на чердаке валяется. Вот Лукашенко снова, как говорится, а не пора ли на шейфку эту белую повязку с полицая снова вытащить? Лукашенко признал ЛНР, ДНР. И Крым. Он заявил, что если ему нужно будет, он готов подписать и указ соответствующий. Диктатор признал оккупированные территории. Он является, в принципе, тем же оккупантом, что и Путин, так как он помогает России уничтожать соседнюю Украину. Лукашенко террорист, не меньше Путина. И тут нужно понимать, что это признал Лукашенко, но не Беларусь, не белорусы, так как Лукашенко оккупант и нашей синюокой. К сожалению, в 2020 году мы не смогли выгнать эту крысу с трона. Но мы не останавливаемся и продолжаем бороться за наше будущее, за нашу страну и независимость. Российская Федерация включила Багамы в список стран, в список недружественных стран. Багамы. Я хотел бы посмотреть список дружественных стран. Уверен, что это типа Северной Кореи, Эритрии и еще Лука-Бандестага. Окупант, который остался без рук, получил медаль и выпил стопку и произнес феерическую речь. Не знаю, если Ютуб не позволит поставить данное видео. Ссылку я оставлю в описании обязательно. Посмотрите. Медаль ему дали за геноцид украинского народа. Просто все. Я все пишу. Пиши. Оп. Есть. Есть. Ура. 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 Ура, ура, ура. Молодец, дай. Красавец. Петричко, мой мужик. Давай крабика своего. Ладно, есть что сказать. Уважаемые офицеры, сержанты и все остальные. Майор. Майор? И дважды майор. Вот, и дважды майор. Стали, вовно. Побывали мы все в таких местах, что потом страшно потом вспоминать. Я хочу, вот, ну, несмотря на то, что со мной такая ситуация случилась, у кого-то еще хуже, еще тогда теперь. Не хочу сказать, что, ну, нету смысла, бывает. Надо идти вперед, и все будет хорошо. Максим Шабуцкий сделал очень нужное видео и рассказал по поводу того, что происходит в определенной среде. И как на это нужно реагировать, и тут я, в принципе, с ним согласен. Очень специфическими, кстати, способами и очень странными, на мой взгляд. Поверьте, эти люди, да, кто-то из них в Новой Беларуси, он проскользнет во власть. Так всегда было, к огромному сожалению, так и будет. Но к победе будут другие люди вести. Поэтому, друзья, сегодня с пониманием относитесь. Ну, есть такое окошко, пока идет война, пока тут ничего не закончилось. Ну, не будет у нас Белорусской площади. Давайте объективно, пока ракеты летят, надо сначала это делать, а потом уже делать это. Телегу не надо вперед лошади ставить. Поэтому, друзья, просто, ну, мое мнение, мой совет, просто делайте то же самое, что делаю я. Просто от этого абстрагируйтесь. И если есть какая-то возможность продолжать работу, просто продолжайте работу. И плюйте на все вот эти расприи, внутриоппозиционные. Ну, были они, есть и будут, людей не переделаешь. В конце концов, народы у нас только едины. Победы у нас будет только единый субъект делать наш, оппозиционный, это наш народ. И все успехи, которые сделаны, народом добились эти успехи. И будет то же самое победа, она все равно на человеческих плечах будет, на народных, а не на позиционных. Вы мне очень много писали прокомментировать данную ситуацию, но я пока не буду этого делать, так как у меня точно, будьте уверены, есть что сказать. И я, в общем-то, определился со стороной. Но сейчас я считаю самым правильным поддержать слова Максима. Блумберг сообщает, что Ближний Восток увеличил поставки нефти в Европу как минимум в два раза. Это говорит о том, что Европа ищет альтернативные поставки природных ресурсов к себе в страны. Соответственно, у Путина будут уменьшаться доходы. Соответственно, он будет оставаться без денег. Потому что, кроме полезных ископаемых, он никак не монетизирует страну. В Лиде задержали белоруса, который вернулся из Польши. Сказали, что он то ли в протестах участвовал, то ли Лукашенко оскорблял, то ли распространял информацию телеграм-каналов. В общем-то, в любом случае, они пытаются донести белорусам, что лучше сидеть в тюрьме. В лукашенковской тюрьме. Не вздумай улучшить свою жизнь. Сиди там, где приказал Лукашенко. Совсем недавно зашел на российские провластные каналы и попытался посмотреть, что они доносят своим людям. И я был в шоке. И теперь они проталкивают мысль о том, что, как оказывается, нападала не Россия. Напала Украина на Россию. В прямом смысле этого слова. Еще немного дальше окажется, что президентом Украины был не Зеленский. А Зеленский управлял соседней галактикой. И Путин, чтобы спасти всю вселенную, напал на Украину. Точнее, не так. Он защищался от всей вселенной и защищал собственную Россию. Ну, другого просто сложно представить. Эти недоумки могут все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните про политических заключенных и оставайтесь с нами. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были свежие, актуальные и реальные новости от канала Реальная Беларусь специально для вас. И не забывайте про наш Телеграм. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин